Сегодня, когда мы приехали сюда на 0, 19.09 нам дали задачу разведку боем сначала, потом нам дают задачу взять лесополку и выдвинуться полностью в жилой массив в Клещеевке. Чтобы вы понимали, в Клещеевке со стороны озера работают два леопарда. Зона полностью простреливается лесополкой и накрывается кассетами. В церкви стоит до 100 человек. Нас выдвигается 10 человек на всю эту арту. И 5 прикрытий. 5 прикрытий. И то, потому что мы их просто не берем, чтобы у нас был шанс выйти оттуда. Хотя бы кому-то. Численность превосходящая. Противник предварительно в 10 раз наиболее вооруженный. Газинов нет. Ничего нету. Пулеметы гнилые. Пулеметы гнилые. Собираем все подряд. Какой полк, парни? 13.07. Полк. Часть 78-567. Никто лица не прячет. Если вдруг что-то с нами случится, своим родным хотим сказать, что мы стояли здесь до последнего, за Россию. И чтобы у вас все было хорошо. Не жалею себя, пошли. Духовитой парни трусов нету. Мы все равно пойдем, как бы свое дело сделаем. А остальное уже пускай насосится. Никто не гасился. Никто не загасится, никто оттуда не уйдет. Но! Но! Нам обещали арт-поддержку. Нам обещали арт-поддержку. Нам обещали эвакуацию. Нам сказали, что будет все хорошо. Но если вдруг наша команда не вернется, если вдруг что-то с нами плохое произойдет, это видео сразу вылетает в интернет. Мы от лица всей нашей компании, 10 человек и 5 запасных, то есть это 15 человек, просим общественность, чтобы подняли этот вопрос. Как подготавливаются наши мобилизованные? Как контрактники подготавливаются? Здесь все ребята сидят уже на втором контракте. Есть ахматовцы, есть спецназовцы, есть вагнера, которые не очканут и отработают свою задачу. Но! Ребят очень жалко, которые мобилизованы.